Понятно. Теперь следующая глава называется «Аль-Муджмаль-Уаль-Мубайен». Другой вид контекстов называется «Аль-Муджмаль-Уаль-Мубайен». Контекст «Муджмаль», то есть непонятный, неясный, Уаль-Мубайен, и контекст «разъясненный, понятный, ясный». Как Всевышний сказал, «Ванзаль наилейказ викра литубейна лимнаси ма нуззилейлейгим». Мы не спослали тебе напоминание, чтобы ты разъяснил людям то, что им не спослано. Из этого аята берется, что некоторые аяты могут быть непонятными для людей, и они требуют разъяснения, откуда, либо из того же Кур'ана другими аятами, либо из Сунны. Понятно? И в разъяснение входит что? Ограничение, входит конкретизация, все это является разъяснением также. Все это является разъяснением. И как мы уже говорили, когда изучали книгу, по-моему, Люман Туна и Атихат, если не ошибаюсь, то что все контексты шариата на самом деле разъясненные. Нет в них непонятных аятов. Они могут непонятными быть только относительно конкретных людей. Но разъяснение их пришло в другом месте. И проблема либо в том, что ты плохо требуешь знания, либо твое понимание слабое, либо-либо. Понятно или нет? То есть на самом деле все контексты Кур'ана и Сунны разъяснены. Но просто, возможно, ты не нашел этого разъяснения, или ты не понял это разъяснение и тому подобное. Ясно? А неразъясненность может возникать относительно тебя конкретно, или какого-то другого человека. Говорит Таарифу-ль-Муджмаль. Определение. Что такое муджмаль? Аль-Муджмаль, но в арабском языке муджмаль, аль-Мубхаб, аль-Маджмуа. Мубхаб это что? Что-то неясное, непонятное. Аль-Маджмуа, то есть что-то собранное. Что-то собранное. То есть собралось в одном всего много, так что ты не можешь понять смысл. А в терминологии ученых, Это то понимание смысла чего? Ютаваккав нуждается аля-гайрихи, в другом. То есть перед тобой аят. Ты читаешь, не понимаешь. Его понимание, ютаваккаву аля-гайрихи, Нуждается в прочитывании, так или изучении других контекстов аятов или хадисов. Ясно, что такое непонятный контекст? Имма фи-та-йинихи, Либо должен быть какой-то та-йин, конкретизация, Аль-Баян цифатихи, или разъяснение образа этого аята, Аль-Мигдарихи, или количество. Митальма яхтаджи ла-гайрихи фи-та-йинихи. Вот, говорит, пример, когда аят нуждается в разъяснениях фи-та-йинихи, Чтобы понять, что имеется в виду под этим словом. Кауле у Та'ала, где Всевышний говорит, Разведенные женщины должны ожидать три менструальных периода. Слово Куру говорит, Слово Кауле, слово Кауле, его множество какое? Куру. Лавзун Муштарак, слово Муштарак, то есть несет сразу два смысла в арабском языке. Причем эти два смысла противоположные. Два смысла противоположные. Бейналь Хайд Ваттугар, слово Кауле в арабском языке означает Хайд, Менструацию, и означает Тогар, период чистоты. И чтобы понять, в этом аяте имеется в виду менструальные периоды или периоды чистоты, Нам нужен что? Далиль, дополнительный довод. Дополнительный довод. Понятно или нет? Здесь у тебя запиши... То есть, смотри, во-первых, если мы скажем, что послом Хур, а точнее Кар, Здесь имеется в виду, что? Менструация. Если мы скажем, что имеется в виду менструация, То когда закончится период Аидзе женщины? А? Когда третья менструация у нее пройдет, Только она гусль возьмет, все, она что может выходить замуж за второго человека? Если мы скажем, что послом Хуру здесь имеется в виду менструация, Если мы скажем, наоборот, три периода чистоты, Три периода чистоты, То когда? А? Когда у нее закончится третья менструация, уже не освобождается она. Она должна прождать после нее еще один период чистоты, Там, допустим, 25 дней и так далее. Понял или нет? И она может выйти замуж только когда? Когда у нее начнется четвертая менструация. Понятно или нет? Потому что она начнется, у нее четвертая менструация, Только после того, как закончится третий период чистоты. Исходя из этого, что получается, Разведенные женщины должны прождать три периода. Мы теперь не можем понять, периода менструации или периода чистоты. Понимание этого играет роль или нет? Играет роль. То есть, либо женщина выйдет замуж сегодня, либо через 25 дней. Так или нет? Или через 23, или через 30 дней. А может у нее, может она кормящая, Может у нее вообще менструация придет через полгода. Так или нет? А может быть она что? Что, может у нее нестабильная менструация, Которая может тоже придет через 3-4 месяца. И тому подобное. Понял или нет? Может быть она болеет? Может быть может быть. То есть от этого же что? Понимание этого слова играет непосредственную роль в том постановлении, которое мы вынесем. И у себя здесь, отметьте, то, что правильное мнение в этом вопросе, то, что под словом «хар» имеется в виду менструация. Потому что в некоторых реваятах хадиса пророка пришло, то, что он сказал одной из женщин, которая пришла к нему узнать постановление относительно нее. Он сказал «Оставь свой намаз в дни твоего Кур'а». А когда оставляется намаз? Чистоту или менструацию? Менструацию. То есть пророк использовал слово «хар», что? Понимая под ним, под ним точнее менструацию. Значит, в этом аяте тоже понимается менструация. Ясно или нет? И так далее. И в этом вопросе большой-большой спор, потому что у этих есть доводы из арабского языка и так далее. И у этих есть доводы. Так что два имама Абу Аббейд и имама Шафии начали спорить. Один говорил «чистота», другой говорил «менструация». И спорили так долго, что в итоге все разошлись, и каждый разошелся, и каждый ушел на мнение своего противника. Первый пришел, считал, что это менструация. Доказывал, доказывал, тот ему доказывал, ушел на мнение, что это чистота. А тот ушел на мнение, что это менструация. То есть, доводы такие сильные были так, что оба друг друга переспорили, оба поменяли мнение и разошлись. Значит, шейх Ибн Усаймин для чего привел этот аят или этот пример? Для того, чтобы тебе разъяснить, какой бывает непонятный аят, в котором требуется таин. Что такое таин? Определить, что под словом имеется в виду в данном случае. Что имеется в виду под словом, каким-то конкретным. Ясно или нет? Дальше. А вот тебе пример, когда аят нуждается в другом аяте или хадисе, для того, чтобы разъяснить образ. Разъяснить образ. Хаулиху Та'аля, говорит Всевышний Аллах, Выстаивайте намаз. Этот аят понятный или нет? Этот аят понятный с той стороны, что мы должны выстаивать намаз. Но с той стороны, как мы этот намаз должны читать, он у нас непонятный. Что такое намаз, как его читать, какие у него времена, какие у него условия, какие у него руководные, уаджибаты, мусахабаты, как сидеть, как снять, ничего не написано. Просто сказано, выстаивайте намаз. То, говорит, образ того, как нужно выстаивать намаз, неизвестен из этого аята. Тахтач иля баян. Нуждаются в чем? В разъяснении. Понятно? Разъяснение чего? Цифра. Образа. Как это делать? И третий пример на то, когда аят или хадис нуждается в другом аяте или хадисе для разъяснения количества. Хаули ута'ала, слова Всевышнего. Ваатус заката. Выплачивайте закат. Из этого аята ты не понимаешь, из чего конкретно, сколько конкретно нужно выплачивать, кому и что и так далее. Ясно? Нуждаются в разъяснении. Сколько и что? Потому что, говорит, количество обязательного заката, то есть его выплаты, Маджгуль неизвестен здесь. Яхтач иля баян. Нуждаются в разъяснении. Нуждаются в разъяснении.